Пролетарии всех стран, соединяйтесь, мы с тобой одной кровью. Ты и я, именем Перуна, приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Глава 8. Деление суждений. Деление суждений. В логике принято делить суждения с четырех точек зрения. Первое – количество, второе – качество, третье – отношения и четвертое – модальности. Тут наверняка для многих из вас уже что-то пахнуло. Ой, диамат. Переход количественных изменений в качественные. Пол – количество суждений. Когда суждения рассматриваются с точки зрения количества, то обращается внимание на то, в каком объеме берется подлежащее, во всем объеме или в части. То есть, другими словами, справедливо ли то, что утверждается сказуемым по отношению к подлежащему, взятое во всем объеме. Или оно справедливо только по отношению к подлежащему, взятому в части объема. Если, ну вообще-то в части. Если я говорю «все растения живут», то в этом суждении предикат «живут» справедлив относительно всех растений, относительно всего класса растений, относительно понятия «растения», взятого во всем объеме. Если я скажу «некоторые растения суть хвойной», то предикат «хвойные» справедлив только относительно части объема растения. Первые суждения называются общими, а вторые – частными. Формула общего суждения «все с суть п». Формула частного суждения «некоторые с суть п». Понятно? Главных два слова различаются «все» и «некоторые». О части суждения нужно отличать так называемые единичные или индивидуальные суждения. Например, суждение «гутенберр» – изобретатель книгопечатания. Есть единичное суждение. Индивидуальные суждения обыкновенно относят к общим суждениям, так как в них предикат относится к субъекту, взятому во всем объеме. Или другими словами, в них предикат действителен по отношению ко всему объему субъекта. То же самое следует сказать относительно всяких суждений, в которых подлежащее выражается понятием единичной вещи. Возьмем пример суждения. Самообладание есть доброзетель. Очевидно, в этом суждении предполагается, что дело идет о всяком самообладании. Идем дальше. Качество суждения. С точки зрения качества суждения делятся на утвердительные и отрицательные формулы таковы. С есть П. С не есть П. С есть П. С не есть П. Если мы предикат придаем субъекту, то это будет утвердительное суждение. Если мы предикат отнимаем от субъекта, то это суждение будет отрицательное. Например, суждение. Люди пристрастны к самим себе. Будет суждением утвердительным, потому что известный предикат мы приписываем субъекту. Признаем входящим в содержание субъекта. А, например, суждение люди не поддаются лести будет отрицательным суждением, потому что предикат поддаваться лести мы отнимаем от людей, то есть признаем не входящим в содержание субъекта люди. Следовательно. С точки зрения качества мы определяем, предается ли предикат субъекту или отнимается от него. Мы можем классы, получаемые от разделения суждения с точки зрения количества, соединить с классами, получаемыми от разделения суждения с точки зрения качества. И тогда мы получим суждение общеутвердительный, частноутвердительный, общеотрицательный и частноотрицательный. Формулы этих суждений будут следующими. Общеутвердительные суждения. CS суть P. Например, все люди боятся смерти Частно-утвердительное осуждение Некоторые S суть P Например, некоторые люди имеют черный цвет кожи Третье, общее отрицательное осуждение Ни одно S не есть P Например, ни один человек не всеведущий Четвертое, частно-отрицательное осуждение Некоторые S не суть P Например, некоторые люди не имеют черного цвета кожи Вот все четыре вида суждений. Для краткости их обозначения в логике принято употреблять следующие символы. Для общеутвердительного суждения берется символ А, большая, большая А. То есть это первое гласное глагола Афирмо. Афирмо переводится как утверждай. Для частноутвердительного И, ну или И большая, да, либо на английском языке I, ну и мы говорим И. Вторую гласную того же глагола Афирмо И. И для общего отрицательного Е, это первое гласного глагола НЕГО, НЕГО, отрицаю. Ну тут латынь идет, поэтому вы так это понимаете. Для частноутрицательного О, вторую гласного того же глагола. А большая, И большая, Е большая, О большая. Афирмо утверждаю НЕГО, отрицаю. Таким образом, символы суждений мы можем обозначить при помощи следующей таблицы. А большая, все С, суть П. И большая, некоторые С, суть П. То есть С большая, суть П большая. Е. НЕ ОДНО С БОЛЬШОЕ, НЕ ЕСТЬ П БОЛЬШОЕ. О. НЕКОТРЫЕ С БОЛЬШИЕ, НЕ СУТЬ П БОЛЬШИЕ. То есть, везде, где я говорил С и П, это все большие буквы. ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ. Суждения различаются также по отношению, какое устанавливается между субъектом и предикатом. С этой точки зрения, суждения разделяются на категорические, условные и разделительные. Если я говорю, все люди смертны, то здесь я беру отношение между субъектами и предикатом. Безусловно. Это будет категорическое суждение. Категорическое суждение есть такое, в котором сказуемое утверждается или отрицается относительно субъекта без какого-либо ограничения во времени, в пространстве или вообще в каких-либо обстоятельствах. Когда я ограничиваю отношение каким-либо условием, тогда получается условное суждение. А когда в суждении оставляется место неопределенности, тогда получается разделительное суждение. Категорические суждения. Схема категорического суждения такая. С большая есть П большая. Пример. Земля вращается вокруг Солнца. Условные или гипотетические суждения. Схема условных суждений. Если А большое, есть Б большое, то С, либо С русское, да, большое, есть Д большое, английское. Ну, понимаете, это все латинские литеры. Если А большое, есть Б большое, то С большое, есть Д большое. С, С простите, С, конечно. Пример условного суждения. Если дождь пойдет, то почва будет мокрая. Здесь во втором суждении сказуемое может быть приписано подлежащему при условии допущения истинности первого суждения. Другой пример условного суждения. Если Луна становится между Солнцем и Землей, то Солнце затмевается. Из этих примеров можно видеть, что условие, которое поставляется в одно из суждений, делает отношение между подлежащим и сказуемым другого суждения не категорическим, а условным. Первое суждение принято называть основанием, а второе – следствием. В условных суждениях, таким образом, мы имеем два суждения, которые находятся друг к другу в отношении обоснования к следствию. Суждение, которое содержит условия, называется также предыдущими. Antescendence. Суждение, которое содержит следствие, называется последующим. Consequence. Consequence. Разделительные суждения. Разделительные суждения имеют двоякий вид. С большой есть или А большой, или Б большой, или С большой. Второе. Или А, или Б, или С есть П. Разница между этими двумя видами разделительных суждений, как это легко видеть, сводится к следующим. В первом случае возможны два, три или больше сказуемых при одном подлежащем. Во втором возможны два, три и больше подлежащих при одном сказуемом. Эта возможность нескольких подлежащих при одном сказуемом, или нескольких сказуемых при одном подлежащем, делает суждение неопределенным. Возьмем суждение. Треугольник есть или остроугольный, или тупоугольный, или прямоугольный. В этом суждении одно подлежащее и три сказуемых. да действительно это так придавая подлежащему одно какое-нибудь сказуемое мы исключаем все остальные вследствие этого если одно суждение истина то остальные должны быть ложные если я говорю что треугольник есть прямоугольный то это значит что он не остроугольный нет поугольный примером второго вида разделительных суждений может служить следующее суждение или бэкон и шекспир или человек равных им по таланту написал произведение приписываемые шекспиру кстати многие говорят что действительно она историки там сходится шишка шекспира вообще не существовало что такой собирательный образ самых различных авторов того периода или приписывают шекспиру другого человека который путешествовал по европе собрал огромное количество самых разных информации написал произведение который приписали шекспир условия правильности разделительных суждений те же что и условия правильности деления они состоят в том чтобы члены деления были приведены полностью и чтобы члены деления исключали друг друга против этого правила погрешают например такие суждения треугольники бывают или прямоугольные или тупоугольный человек бывает или образованный или бедный какие ошибки условно-разделительные суждения и соединение условно условных суждений с разделительными образуются условно-разделительные суждения схема и если а есть б то c есть или д или е или или в более общей форме эту схему можно изобразить так если есть а то есть или а маленькая или б маленькой или c маленькая например если кто желает получить высшее образование то он должен учиться или в университете или в институте или в академии модальной суждений остается рассмотреть четвертое отношение между суждением именно с точки зрения модальности с этой точки зрения рассматривается с какой классик квалификации то есть каким образом к моду осуждение сказуемое приписывается подлежащему таких квалификаций можно признать 3 отсюда получается деление осуждений по модальности на три разряда первое проблематические с большое вероятно есть п большое или а да есть вероятно продукт коллективного творчества проблематическом суждении соединения подлежащего со сказуемым и разъединение подлежащего отсказуемого выставляется просто как известное предположение так второе проблематически разобрали теперь ассер торе чески ту 2 с ассер торе чески с большой есть п большой киев стоит на днепре да и стоит действительно не придают так вот как ассер торе ческая киев стоит на днепре вода состоит из водорода и кислорода третье а по диктические с необходимо должно быть п например две прямые линии не могут замыкать пространство анализируя приведенные примеры мы видим что проблематическое осуждение характеризуется некоторым ограничением связи между подлежащим и сказуемым утверждается вероятность возможность об оси ассер торе ческом суждение связь подлежащего со сказуемым утверждается решительно без колебания утверждается действительность какого-либо факта а в а под диктическом суждение утверждение получает характер необходимости на первый взгляд в различие между суждением ассер торе ческим и а под диктическим не совсем ясно кажется что оба они обладают одинаковой достоверностью и что поэтому между ними нет различия на самом же деле между ними различие очень большое суждение ассер торе ческая утверждают нечто действительно существующие в этом смысле нечто вполне достоверное но внешне что в этом смысле не что вполне достоверное но всегда возможно мыслить и обратное что утверждается а конечно что что утверждается в ассер торе ческом суждение что же касается а под диктических суждений то никоим образом нельзя мыслить противоречащий им суждений например если я возьму ассер торе ческое суждение Киев стоит на Днепре. Я могу мыслить Киев, стоящий не на Днепре, а, например, на Неве. Если же я возьму аподектическое суждение, две прямые линии не могут замыкать пространство, то я не могу мыслить иначе. Я не могу мыслить, чтобы две прямые линии замыкали пространство. Аподектические суждения имеют характер необходимый. Другой пример аподектических суждений. Если две величины равняются одной и той же третьей, то они равны между собой. Я бы тут еще добавил. Капитализм является движущей силой по уничтожению всего человечества. И не может быть иначе. Но это ты, конечно, братан, загнул и чуть-чуть перекрутил, да, многие мне скажут? Ой, какое ваше суждение? Капитализм это счастье, заебись. Вот это брехня на самом-то деле. Ладно. Эти три признака. Возможность, действительность и необходимость. Действительно, капитализм это зло. Я его сейчас вообще мега дико сократил. Он является движущей, динамической пропорцией, внутри которой заложен механизм автоматического самоуничтожения человеческой цивилизации. Это действительность, это невозможность, ребята. Коммунизм и счастье всего человечества. Есть счастливое будущее всего человечества, внутри которого заложен механизм автоматического процветания всего человечества. Человечество. Это необходимость, к нему нужно приходить. Планета Земля либо приводит нас в состояние коммунизма первобытного, дабы сохранить себя и свою действительность, убирая с планеты капитализм каким-нибудь глобальным кризисом, всех затопить, метеорит на Землю прилетит, или еще что-то, какие-то болячки массовые пойдут, неважно. Или человечество по необходимости, при возможности перейти в коммунизм, хотя коммунизм это невозможность, это тоже есть действительность, которая необходима для того, чтобы человечество дальше продолжало существовать. Вот так. Итак, возможно, действительность, необходимость характеризуют собой три вида указанных суждений. То есть, если в суждении выражается или возможность, или действительность, или необходимость, то получается или суждение проблематическое, или ассерторическое, или аподектическое. Проблематическое? Ну, возможно, проблема. Ассерторическое? Действительно. Ассер... аподектическое братаны по-другому никак либо выбор сдохнуть либо сделать так это вовсе блять уже даже не выбор это необходимость понимаете то есть первым у нас как бы и выбор есть потом мы действительностью кажется потому с выборы нет какой треугольник опять какого-то аристотеля тут пахнуло это все давным-давно придумала 2000 лет тому назад просто она со временем приобрело более понятную форму потому что философы древности не так много говорили разные ученики за ними бегали записывали кто-то так тут а что-то исказило потом а понятно что ты имел виду но следует заметить что некоторые логики отношения между аподектическими и ассерторическими суждениями понимают несколько иначе по их мнению ассерторические суждения это такие в истинности которых мы убеждены но только не знаем причины почему так должно быть как мы утверждаем в аподектических суждениях эта причина нам известно например суждение юпитер имеет 9 спутников ассерторическая суждение скорость полета ружейной пули должна постепенно уменьшаться именно вследствие сопротивления воздуха имеется это аподектическое советский союз был разрушен именно вследствие диверсии заговорщик которые были наверху диверсии на стран экспресс-служб и внутренних предателей аподектическая таки ладно давайте вопросы для повторений как дело как делаются суждения по количеству и по качеству потом следующий вопрос на какие четыре класса делятся суждения как они обозначаются третий вопрос как различаются суждения по отношению между ним между подлежащим и сказуемых четвертый вопрос какова схема суждений категорических условных разделительных следующий вопрос как делятся суждения по модальности какое между ними различия и еще вопрос каково отношение между ассирторическими и аподектическими суждением это вы отвечаете мне в комментариях давайте давайте приводите мне примеры давайте старайтесь ребята не 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 знаю пользуйтесь там сами мои различные подсказками если не знаете если не понимаете при нейросетями я не знаю пользуйтесь чем-нибудь пользуйтесь кстати прикольная вещь эти нейросети рисуют охренительно имею с ними иногда можно пообщаться вот я в телеграме нашим ребятам скидывал я пытался поставить нейросеть вести уголовное наказание за гомосексуализм она все время от меня отнекивалась говорила что это нарушит международное право я не могу такое написать интер международный право человека там напиши говорю мне для страны нужно нет внизу говорит ну тогда пишешь типа по моему мнению на ваш взгляд не подожди не на мой взгляд напиши закон с учетом международных прав там то это обязанности человека трудиться ради друг друга кстати производство человека человеком чтобы человек появился на планете земля это тоже труд то очень тяжелый труд если у нас так много ну немного пропаганды гомосексуализма и вообще гомосексуализма он с каждым годом все распространение и лесбиянство тоже учить меня видите ребята у нас значит проблемы в экономике у нас значит проблемы в политике но допустим когда мы устраняем проблемы в экономике мы постепенно и затрагиваем элементы связанные с культурным воспитанием гомосексуализм это беда это там проблемы и так далее разные моменты приводится он не может мне это написать нейросеть по вашему мнению на ваш взгляд прикольно прикольно здорово не буду пиарить какая нейросеть но не важно то есть заложены в ней оказываются какие-то цензурные про капиталистический тоталитарные идейки но я думаю что это как бы такое я проверял различные марксистские какие там у них точки зрения есть я вам так скажу куда бедно неплохо но не до конца там развивается марксистская точка зрения как будто что-то обрезано вот знаете тот телеологии вот как-то ее вырубили вот вырубили где-то 50-х годах телеологию то есть науку о целеположной деятельности диалектика целеположной деятельности а ведь социальная форма движения материя ты есть телеология она же теория заговора и вот как-то ее взяли ошельмовали перекрыли вот эти трасты транснациональной корпорации чтобы пролетарят туда свое хрючево не поднимал чтобы он там бился внутри между собой а на верхний лес и это проблема но они они-то правильно ну понимаете вот если ты ты блин наверху сидишь ты абстрагированный ты мега сволочь что ты кощей поганый будешь делать я лишу тебя цели твоего существования и твоя и за жизнь ты должен прийти к ней а цель только одна единственно верная не поймете нету никаких другой вот главная цель существования вот нету никакой другой цели к существованию человека кроме одной это счастье но счастье носит коллективный характер невозможно счастье одного только как через счастье каждого каждого всех на земле людей у нас интернет нам информация мы видим там голод там взрывы там война они что счастливы там люди нет там эксплуатации там скрытая эксплуатация там социальное убийство убийство скрытая коварная который не носит характере убийство. Потому что убийцы это все и никто. И это есть капитализм. Понимаете? Это ужасно то, что происходит. Вот я не могу быть счастлив. Вокруг меня столько несчастных людей. 8 миллиардов даже больше. Благодарю всех за внимание. Сила в пролетарской правде.